Зато Солженицын однозначно в архипелаге ГУЛАГ доказал, что наши органы, вот НКВД, сумели предотвратить инопланетное вторжение, поймав инопланетного шпиона. Кто это был? У него там описывается один персонаж, ну тоже один из страдальцев, которого НКВД злобно пытало. Ну то есть по Солженицын НКВД просто злобно пытает всех, вот им делать нечем. Им заняться нечем, они пытают. Вот у них два основных развлечения, это требовать никому не нужные подписи, во-первых, и во-вторых, кого-нибудь злобно пытать. Но вот одного они пытали... Про подписи, извини, опять перебью, вот про подпись. Давай лучше сначала про инопланетян, а ты потом про подписи. Хорошо. Так вот, и вот по собственному желанию кого-то пытать, НКВДшники, одного из заключенных, это подробно описывается в Солженицыне, Заталкивали в камеру, в которой поднимали температуру, ну это такая душегубка у них была. Поднимали температуру долго, медленно, пока у человека через поры не проступала кровь. После чего его вытаскивали, откачивали, к нему приходил себя, снова закидывали и снова подогревали, пока из поры не пойдет кровь. У людей от такого кровь через поры не проступает. Иначе в бане мы бы все истекли. Ну да, то есть это совершенно четко говорит, что НКВДшники поймали существо, которое не является человеком. Правильно? Они поймали чужого. Сумели его повязать и обезвредить. Вот после этого смотришь, допустим, американские фильмы, понимаешь, что их ФБР, так как наши НКВД, эффективно работать не могло. Поэтому там всякие инопланетяне эпизодически чуть было землю не захватывают. У нас такая фигня не прошла бы. И тут мы можем авторитетно сказать, ты тварь вербованная, блин, давай рассказывай теперь нам про коммунисты. Гады.